Итак, носовая перегородка. Вы блестяще ответили, и вы чудесно знаете, что это хрящ, вот это перпендикулярная пластинка решетчатой кости. Кстати, когда мы часто говорим «травма носа», то чаще говорим «ой, там носовые косточки, да что там за травма?» Никогда в жизни не забывайте, что носовые косточки лежат на чем? На перегородке, а это значит на лямина перпендикулярии сосит маидалис. Дальше, носовые кости переходят в лобные отростки верхней челюстной кости. Как бы вы не сломали носовую косточку, она обязательно ломает что? Перегородку, это ломает решетчатую кость и ломает непосредственно верхнюю челюстную кость. При любом, в раскладе. То есть, самая минимальная травма носовой кости при переломе – это три лицевые кости. То есть, надо относиться к этому очень серьезно. Перелом носовых костей – это серьезная травма. И, кстати, очень интересный вариант, тоже я на всякий случай хочу вас предупредить. Наши невропатологи гениальные, они ставят диагноз сотрясения головного мозга только как? Подходит и говорит – сознание теряло. Нет, пишет, нет сотрясения. К большому сожалению, они забывают, что сотрясение головного мозга, тоже как память, бывает кратковременное, которое человек не замечает. Если он получил удар здесь и он остался, то придя в сознание, он никогда не поймет, что он терял сознание. Вы меня понимаете? Так вот, мы провели очень серьезное исследование и доказали, что если есть подтвержденный рентгенологический перелом костей носа, то всегда приложена травма, которая обязательно вызывает сотрясение головного мозга. Ребята, это очень важно, потому что когда у вас травма, которая не сопровождается смещением деформации, вы меня поняли? То как-то отпускают пациента и все. А самое главное – его уложить и 5 дней он должен не шевелиться. Вы меня поняли? Это лучшее лечение сотрясения мозга. Если он побежал, счастливый, что ему редрессацию не надо делать, то после этого он через несколько лет у него возникают головные боли, усталость. Он ходит по вот этим самым знаменитым невропатологам. Они ставят великолепные диагнозы, типа там, вы поняли меня, мигрень – это у женщин, у мужчин – это вегетососудистая дистония по гипертоническому, атрофическому и такому типу. А это всего-навсего не вылеженные 5 дней при сотрясении мозга. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о том, что это надо сделать.